МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новое оформление получила страница, а точнее раздел сайта, который так и называется пассажиром. Здесь пассажир может приобрести билеты на поезд дальнего следования в любом направлении, любого рейса. Здесь же расположена информация о тарифах, оферте, правилах перевозок и все необходимое для пассажиров. Особенно удобно для пользователей сайта то, что теперь не нужно повторно регистрироваться при покупке билета. Это производится автоматически, а отказаться от электронной регистрации можно в разделе «Личный кабинет», который также расположен на первой странице. Кроме того, расположена и дополнительная информация, например, об экологичности поезда. Теперь можно сравнить расходы энергоресурсов по поезду данного направления, по автомобильному и авиационному транспорту. Появилась и обратная связь. Теперь, если пассажир не нашел нужного места в нужном ему поезде, он может поставить об этом в известность перевозчика. Удобнее стало иностранцам. Появилась английская версия сайта. Подробнее об этом читайте на второй странице сегодняшнего номера. Сегодня в Москве пройдет очередной вечер профессионального бокса. Состоятся два боя за чемпионский титул. В первом Александр Поветкин, который является обладателем титула временного чемпиона в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации, будет драться с поляком Анджием Вавжиком. А во второй Денис Лебедев, временный чемпион в первом тяжелом весе, встретится с обладателем регулярного титула в этом же весе Гильермо Джонсом из Панамы. Бой Поветкина с Вавжиком интересен тем, что пока оба боксера на профессиональном ринге не потерпели еще ни одного поражения. Вавжик провел 28 боев, Александр Поветкин 25. Конечно же, фаворитом является Александр, поскольку многими специалистами именно он воспринимается как боксер, едва ли не единственный, который может реально оказать конкуренцию в ринге чемпионов мира по трех версиям Владимиру Кличко. И вот этот бой с Вавжиком будет своего рода репетицией для Поветкина. Что же касается Дениса Лебедева, то у него соперник тоже очень серьезный. Это регулярный чемпион по версии ВБА Гильермо Джонс. Кстати, его промоутером является знаменитый Дон Кинг, который привер Джонса в Москву и примет участие также в вечере бокса. Джонс не так много боксирует в последнее время. В 2008 году он выиграл свой титул. И всего лишь три раза за пять лет его сумел защитить. Именно поэтому ВБА объявило о создании титула временного чемпиона, который выиграл Денис Лебедев. И вот теперь Денис и Джонс будут драться за то, чтобы обладать уже полновесным титулом чемпиона мира по версии ВБА в первом тяжелом весе. Ну а подробнее обо всех раскладах накануне этих боев, о шансах соперников, точно так же, как и о пляжном футбольном локомотиве, который создал женскую команду, вы сможете прочитать в нашей газете на спортивной полосе. Сегодняшний номер газеты «Гудок» насыщен интересной разнообразной культурной информацией. Среди них репортаж об открытии Каннского кинофестиваля, известного, где представлена масса наших фильмов. Правда, они не участвуют в основном конкурсе, а в других довольно солидных конкурсах это в основном дебютные фильмы, дипломные работы. Там работает наш корреспондент. Также наша сотрудница, наш корреспондент Евгений Заболоцких наблюдает за выступлением Дины Гариповой на Евровидении. Как известно, Дина успешно выступила в полуфинале, вышла в финал, который состоится вечером в субботу. Естественно, наш корреспондент тоже подготовит материал, отчет о финале. Ну а в сегодняшнем номере вы можете познакомиться с тем, как проводит свое время Дина. Она там находится с мамой. Также ее там опекает ее наставник по телевизионной программе «Голос» Александр Градский, который тоже участвует в этом материале. Еще приглашаю вас почитать интервью с юбиляром Владимиру Этуши. Этушу в начале мая исполнилось 90 лет. Он рассказывает нашему корреспонденту о своей творческой деятельности, об участии в боевых действиях. В этом же номере размещена еще и другая интересная информация.